Данил Подольский 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 игры. Что это означает? Это означает, что стартап это эксперимент, эксперимент высокорисковый. Обычно в современном мире считается, что надо как можно меньше денег выделить на первую фазу разработки ПО для стартапа, поэтому риски по все, по верхней границе. Это важно. Это будет важно чуть позже. Я придумал это определение сам, хотя смотрите, Википедия говорит нам, что стартап это коммерческий проект, бла-бла-бла, финансирование для развития является крайне рисковым делом. Ну то есть в принципе подтверждает мои слова даже Википедия. Теперь что такое микросервисы? Давайте все в ту же Википедию заглянем. Микросервисы это такой вариант сервис ориентированной архитектуры. Я думаю вы все способны этот текст прочесть, я его читать вслух не буду. Тут важно, что с развитием практик гибкой разработки DevOps. То есть в ни в каких 90-х и даже в начале нулевых без вот всей той автоматизации диплоя и тестирования, которая есть у нас сегодня никаких микросервисов быть бы не могло. Ну то есть теоретически могло, практически такую команду, которая бы собирала это все, гоняла и выкатывала, собрать на стартап было бы невозможно. Ну собственно в 90-х и стартапов-то не было. Стартапы это явление бума времени доткомов. Вот. Есть Яндекс Клауд, который дудит немножко в другую дуду, нежели Википедия, но тем не менее. Помогает ускорить разработку продукту, сделать ее гибкой и управляемой. Проект из неделимого целого превращается в систему связанных между собой блоков сервисов. Ну вот это определение, оно довольно точное. Здесь должна была бы быть картинка с разделением большой кучи навоза на много маленьких кучек навоза, но я решил ее сюда не вставлять. Своими словами. Микросервис — это способ проектировать приложение так, чтобы единица обслуживания и отгрузки была минимально возможного размера. Ну как бы вот это мне понравилось. Действительно, вот мы можем из таких кубиков, можем разделить разработку между командами, можем эти кубики горизонтально масштабировать, позволяем, позволяет нам из этих кубиков собирать бизнес-решения в самой разной конфигурации. Ведь вот то самое изменение бизнес-целей в процессе. Да? Вот это важно. Бесплатно, конечно, ничего не бывает, поэтому чем мы платим за вот те полезные свойства микросервисов? Оказывается, что нам надо проектировать интеграцию. Я понимаю, что это все очевидные вещи. Я говорю, я говорю, я не могу удержаться, мне надо чертить поляну, чтобы выйти на содержательную часть. Так вот, проектировать взаимодействие между микросервисами приходится отдельно, и это не всегда просто. О том, как это не просто завтра на фейл-метапе. ошибки в проектировании интеграции очень дорого исправлять. Прям очень. Ну, наверное... Так, коллеги, поднимите, пожалуйста, руки, те, кто работает прямо вот с микросервисами все время. Тогда вы очень хорошо знаете, насколько дорого стоит ошибка в проектировании интеграции. Инфраструктура для запуска приложения довольно сложная. Ну, то есть так вот, в современном мире это стандарт или кубернетис-кластер, или ситуация, в общем, плавно меняется. Это какой-нибудь, не знаю, терраформ-кластер. Ну, в общем, то есть это все огромный слой, который остается под нашим бизнес-приложением и обеспечивает его функционирование. Бизнес-мысль, вот это обидно, вот это по-настоящему обидно. Бизнес-мысль оказывается ограничено вот этим нашим набором кубиков. Если мы забыли интегрировать отправку смс при проектировании, прикрутить ее внутрь, будет стоить нам, а вот чего нам будет это стоить, мы поговорим в плане, поговорим в содержательной части доклада. Итак, почему не годятся микросервисы для стартапа? Гибкость, вот эта вот гибкость, которую нам обеспечивают микросервисы, она нам на этапе создания MVP в общем-то не нужна, потому что у нас есть идея, мы к ней идем. А вот если у нас вдруг изменилась идея, мы идем в какую-нибудь перпендикулярную сторону, тут оказывается, что гибкости микросервисов нам недостаточно. Я не буду никакими тезисами подтверждать эту мысль, мне кажется, что она сама очевидна. Масштабируемость невостребована. Дело в том, что на этапе MVP у нас нагрузок-то практически нет. Если у нас появились нагрузки, значит мы перестали быть стартапом. Особенно это хорошо видно на примере финтех-стартапов, да, и как только у нас появляется нагрузка, у нас появляются деньги на что угодно. Изоляция, вот эта вот изоляция бизнес-сущности в микросервисах, она нам мешает, потому что заставляет нас думать об коммуникации между микросервисами слишком рано, обычно еще до того, как MVP готов. Думать о будущих проблемах, о проблемах масштабирования мы пока тоже не готовы, потому что мы их себе не представляем, потому что мы еще не знаем, как будет выглядеть наше приложение. Для того, собственно, стартапы открыли, чтобы посмотреть, что из этого получится. Важно, что текущие проблемы стартапа, ну, пока он стартап, к программированию никакого отношения не имеют. И если вдруг стартап упирается в программирование, то, скорее всего, что-то сделано не так, причем с самой тонкой стороны, с бизнес-стороны. Ну, так я думаю. Ну, вот такой, типа, делаем вывод. Понятно, что микросервисы злодержитесь монолитов можно только в саркастическом ключе произнести. Ну, про монолиты. Монолит, кстати, хороший выбор, но они тоже, в общем-то, не лучше микросервисов. Но это тема для отдельного доклада. Мы сегодня об этом говорить не будем. Так, ну, вот понятно, да, микросервисы для стартапа не годятся, можно заканчивать доклад, но в нем есть содержательная часть, к которой мы прямо сейчас перейдем. Архитектура – это важно. Смотрите, этот доклад должен был быть философским. Он должен был быть в маленьком зале для небольшого кружка единомышленников. То, что я в главном зале, это счастливое стечение обстоятельств, но тем не менее. В чем смысл? Основная задача программиста в стартапе. Мы только что говорили о том, что это высокорисковый эксперимент. Соответственно, у нас есть некий бюджет по времени и по деньгам, по людям, в основном по людям, кстати, и мы должны в него уложиться каким-то образом. Очевидная мысль, но почему-то вот именно так программисты в стартапе для себя свою задачу не формулируют. Мы не можем себе позволить увеличивать риски. Основная опасность не уложится, откуда она проистекает. По моим наблюдениям, это та самая ползучая сложность. У нас есть сложность, да, то есть каждый компонент нашего прекрасного приложения сложный, но мы вроде как эту сложность инкомсулировали внутрь компонента. Беда в том, что эта сложность склонна наружу из компонента прорываться. Мы оценили сложность проекта, мы его оценили каким-то образом. Выделили бюджет на преодоление сложности, ну там это нормальное такое проектирование, мы еще никакого кода не написали, а у нас уже есть миллион таблиц и миллион диаграмм, мы уже в принципе знаем, где у нас начнутся проблемы и начинаем там подкладывать какую-то соломку, там выделять на это больше времени, ну и так далее. Возможно, мы справились плохо, так бывает, но про то, как справиться с оценкой, предварительной оценкой сложности проекта, это совершенно другой доклад и скорее всего не от меня. Потом мы начали наш проект реализовывать и сталкиваемся с тем, что сложность мы, то есть сложность проекта начинает увеличиваться лавинообразно. Почему? Почему лавинообразно? Мы поделили проект на части, у каждого из них есть своя сложность. Общая сложность проекта считается как произведение, а не как сумма сложностей. Но это связано с тем, что сложность прорывается в межкомпонентные связи и усложняет таким образом увеличение сложности каждого компонента, увеличивает сложность не только свою, но и тех компонентов, которые с этим компонентом взаимодействуют. То есть, грубо говоря, как мы имеем произведение, почему это важно, потому что если мы облажались и сложность у нас из компонента прорвалась в межкомпонентное пространство, то дальше там начинается рак с метастазами. Сложность проекта растет, стоимость проекта растет и может таким образом даже дорасти до неприемлемых совершенно величин. Я встречал это неоднократно. Я за последние 30 лет сменил, наверное, 15 стартапов и примерно в каждом втором происходит именно это. А именно мы плохо, мы неплохо оценили общую сложность, но при разработке мы облажались с проектированием одного из компонентов. Сложность прорвалась и у нас оказывается, что мы, например, вынуждены переписывать все компоненты системы, все-то наши 30 микросервисов, на которых основан наш MVP, чтобы добавить в каждый из них, например, мультиязычную поддержку. Я встречался с этим. Так вот, разработка архитектуры, правильная разработка архитектуры приложения, это один из самых основных способов контролировать распространение сложности в проекте. Значит, тут у нас имеется определение архитектуры из Википедии. Зачитывать я его не буду, но оно подтверждает все то, о чем я только что говорил, что архитектура — это компоненты и межкомпонентное взаимодействие. Повторюсь, что инструмент у нас очевидный и, в общем-то, один. Мы должны поделить приложение на части так, чтобы минимизировать вероятность прорыва сложности. Эта мысль, она не основная, да? То есть в книжке про чистую архитектуру вы эту мысль не найдете. Она там есть, но за кадром, между строк. Вот. Там в основном в основном про то, что мы, основная задача архитектора — это оттянуть о принятии окончательных бизнес-решений как можно дальше. Значит, что мы делаем? Вот что делает архитектор? Он фиксирует межмодульные интерфейсы и создает между резервуарами сложности герметичные переборки. Вот это делает, вот этим должен быть занят архитектор. Это его основная мысль. Если мы ошибемся и поделим неудачно, у нас получится прорыв сложности и, скорее всего, если мы имеем дело с микросервисной архитектурой, вот этот прорыв сложности приведет к созданию распределенного монолита. Распределенный монолит — это такой кошмар наш... любого стартапного архитектора, да и не только стартапного любого микросервисного архитектора. Это такая архитектура, которая достоинствами не обладает никакими — ни от микросервисов, ни от монолитов, а недостатками обладает от тех, от других. Большая часть тех микросервисов, с которыми я имел дело, были на самом деле не микросервисы, а распределенный монолит. Крайне неприятно, потому что плюс к сложности, инкапсулированной в монолите, у нас еще добавляется сложность взаимодействия между компонентами. Если мы ошибемся в другую сторону, то у нас просто получится монолит. Монолит — это тоже не очень здорово, но мы хотя бы знаем, что с ним делать. Теперь, собственно, содержательная часть начинается моего доклада. Откуда берутся проблемы с микросервисами? Дело в том, что проектируем мы, исходя из бизнес-идеи, бизнес-задачи. Мы думаем о бизнес-сущностях. А микросервис — это чисто технологическая вещь. Мы думаем о микросервисах и не имеем возможности о них думать иначе. Мы думаем о них только с технологической точки зрения. Как нам их запустить, на каком кластере, как фактически облик микросервиса определяет технология, на которой мы его строим. Это было бы, может быть, и ничего. Но микросервис — это плохая абстракция. Плохая она в том смысле, что она течет. И те детали реализации, которые она бы должна скрывать, она не скрывает. Потому что есть там внутри у микросервиса транзакции или нет, почему-то должны знать все его соседи, а не только он сам. И накладывает дополнительные ограничения на процесс, который мы строим поверх микросервисов. То есть некоторые вещи поверх микросервисов сделать сложно, поэтому мы их сделать не можем, поэтому некоторые бизнес-идеи остаются нереализованными. Это важно, это плохо, это обидно. Ну, плохой выбор для стартапа. Значит, доказывать тезис, что микросервис — плохая абстракция, я в рамках этого доклада не буду. Но готов подискутировать об этом в кулуарах, рассказать, как именно вот эта вот абстракция под названием микросервис лишает нас важных возможностей и добавляет нам сложные проблемы. А еще микросервис сегодня — это прям не микро. Вот как выглядит обычный микросервис? Ну что, база данных. RSUBD, таблицы на 3-4. Еще кэш на редисе к нему туда. Еще 2-3-5 взаимодействующих с ним других микросервисов. Еще контроли демпотентности. Вот это вот все. То есть, когда в 90-х мы строили электронные магазины, они были попроще, чем многие современные микросервисы. Ну, вот давайте не будем себе врать. Мы, когда говорим микросервис, мы представляем себе что-то вроде актера в Ирланге. Какую-то такую белую, пушистую сущность, которая вот что ей сказали, то и делает. Кролик кинул ему морковку, он грызет морковку. Кинул ему капусту, он грызет капусту. В реальности это монстр, который грызет в основном нам мозг и наши ресурсы. Так, ну так что же мы будем совсем с этим делать? Раз микросервисы зло. Будем лепить монолиты? Скорее всего, нет, не будем. Почему мы не будем лепить монолиты при этом? Опять, да, любой современный проект будет состоять из частей. Нет способа в современном мире написать проект в одиночку. Это в любом случае команда. Скорее всего, не одна. Даже для MVP, вот для масштабный проект в сфере финтеха, где я довольно много крутился, он одной командой не поднимается. Никак. Потому что вот последний раз, когда я заходил в финтех, я писал процессинг, руководил написанием процессинга. Еще одна команда занималась коннекторами к блокчейну, а еще одна команда занималась коннекторами к реальным деньгам. И четвертая команда занималась фронтендом ко всему этому и мобильными приложениями. Ну, то есть вот как минимум у нас четыре команды, соответственно, четыре у нас имеются как минимум компонента, в реальности больше. У нас в каждом из них происходит лавинообразный рост сложности. Если мы попробуем написать это все как монолит, да, даже в современном мире, в принципе, все вот эти четыре вещи можно было бы закатать в один монолит. Я это видел. Так делают некоторые люди, испугавшись как раз вот тех сложностей, о которых я говорил недавно. Процесс обязательно выйдет из контроля, стартап провалится. Вторая причина, по которой мы не будем писать монолит, даже для стартапа, связана с тем, что... Обычный монолит. Связано с тем, что любой особенно высокорисковый стартап создается не с целью быстренько написать его и забыть. Мы рассчитываем на то, что он начнет приносить деньги, и мы будем его поддерживать долго и счастливо. Ну, то есть попадем в тот один процент стартапов, который выстреливает. Ну, иначе зачем нам вообще тратить на все на это время? В свой проект вы должны верить, иначе он не выстрелит. И тут вот на этапе, когда мы вышли из фазы стартапа и начали развивать уже наш продукт с известной бизнес-стратегией, вот тут микросервисы при всех их недостатках показывают себя лучше. В первую очередь они дешевле в поддержке, во-вторых, они существенно лучше в масштабировании. Ну, то есть в принципе микросервисы было бы... неплохо было бы писать микросервисы, если бы это было возможно. Итого, на этапе MVP в стартапе нам нужен монолит. Но нам нужен правильный монолит, который мы нарежем потом на микросервисы. В языке Go, да, я вот эксперт по разработке ПО в ядро, а до того в нескольких компаниях был GoLang евангелистом. Мне кажется, что эксперт по разработке ПО это близко к GoLang евангелисту. Так вот, как GoLang евангелист, я должен вам сказать, что в Go есть специальная поддержка для таких монолитов, которые потом будет легко нарезать на микросервисы. Это тот самый пакет internal, про который мы, если хотите, поговорим в кулуарах. Итак, строим правильный монолит. И с чего мы начинаем, с чего во всяком случае начинает архитектор? Архитектор начинает с того, что смотрит на задачу под правильным углом. И правильный угол, как мы в первой части доклада выяснили, это угол, под которым мы собираемся контролировать сложность. Мы собираемся построить герметичные переборки для резервуаров со сложностью и сделать эти переборки как можно более крепкими с одной стороны, а с другой стороны как можно более удобными для развития проекта. Ну, надо сказать, что это и при разработке микросервисов, а не только монолитов, не вредно. Это не вредно вообще при любой разработке думать о основном, держать в голове как основную задачу инкапсуляцию сложности. Почему? Когда я начинал, это была середина 90-х, путем программиста был путь хитрости и коварства. Мы сражались за байты, мы сражались за регистры процессора, мы сражались за такты, потому что их тогда частоты процессоров измерялись в мегагерцах, а не в гигагерцах. Сегодня это не так. Это большая удача, прямо скажем, для программиста оказаться на рабочем месте, где ему дадут задачу, которая заставит его сражаться за такты и байты. В скобках замечу, что на этих позициях обычно сидят седобородые мужики, вроде меня, только поумнее. И молодому программисту сегодня достанется задача другая. Достанется задача, где читабельность кода будет его основной метрикой. То, что код должен работать, об этом мы не говорим. А вот у него должна быть читабельность, он должен быть тестируемый. Это разница между тем, как оно было в 90-х, и тем, как оно есть сегодня. Сегодня основной путь программиста – это путь прямоты и ясности. Из ниндзя в самураи примерно так это выглядит. Что еще мы делаем для того, чтобы построить правильный монолит? Мы применяем правильный фреймворк для мыслей. Я применяю Solid, и об этом, собственно, и есть весь доклад, большая часть которого заняла подготовительная часть. Так вот, почему это важно? Перефразируя Честертона, если мы будем строить автомобиль, мы узнаем о том, что мы его плохо спроектировали сильно заранее, еще до того, как он попадет на конвейер. Скорее всего, еще на этапе попытки создать даже не то, что опытный образец, а чертежи для опытного образца. А код и архитектура – это веществленная фантазия. Нафантазировать мы можем что угодно. Никакой обратной связи тот инструмент, которым мы пользуемся для фантазирования, нам не даст. Мы можем нафантазировать то, что не будет работать. Это мы все наблюдали неоднократно, я уверен, как свободный полет фантазии приводит к неработающему коду. Поэтому нам нужны какие-то инструменты, которые позволят нам наши собственные фантазии не то, чтобы держать в узде, но проверять на валидность. Так вот, Solid – это такой набор принципов проектирования для объектно-ориентированного программирования. И, казалось бы, он не имеет никакого отношения к модульности, к микросервисам, к архитектуре. Но это очень удачный фреймворк. Прям очень. Поэтому я, как ленивый человек, однажды его освоив, еще там в конце 90-х, познакомившись с ним, я решил, что вот это будет основа. Нет, решил-то я это потом, но тем не менее. Это стало основой моей деятельности в рамках проектирования того и сего. Поэтому я, собственно, доклад будет о том, как я применяю Solid при разработке архитектуры, как модульной, и так и микросервисной. Итак, строим правильный монолит, Single Responsibility Principle. Для изменения вашего модуля у вас должен быть ровно одна причина всегда. Это означает, что ответственность вашего микросервиса, вашего модуля в рамках вашего модульного монолита должна быть единственная. если это выглядит как очевидное, но таковым не является. Ну вот смотрим, например, это пример из реальной жизни. У нас есть модуль, который выполняет периодическую операцию со счетом пользователя. Ну там, куда-то отправляет деньги, а еще он отправляет отчет на имейл пользователю об этом. Где формируется имейл? В каком модуле? Где формируется мультиязычный имейл для этого модуля, для этой операции? Как это происходит? То есть очевидно, вот похоже, что нам нужен модуль, который выполняет операцию с пользовательским счетом и модуль, который обеспечивает оповещение и связь между ними. Все бы ничего до тех пор, пока для подтверждения этой операции нам не потребуется подтверждение от пользователя. Вот отправкой запроса на подтверждение, получением подтверждения. Какой модуль занимается? Если честно, то у меня нет ответа на этот вопрос. Это все всякий раз приходится организовывать по месту. Но важно, что об этом надо помнить, иначе если мы упакуем это все ровно в один, я видел это, как люди пакуют это все в один микросервис, и после этого начинаются проблемы, потому что, например, с подтверждениями, потому что у нас появляются новые подтверждения. Например, раньше мы подтверждали только по электронной почте, а теперь мы подтверждаем и через смс, а потом еще и через пуши. оказывается, что мы для совершенно не связанной с задачей по операциям со счетом мы вынуждены переписывать микросервис или модуль, который у нас предназначен для этих самых операций. Не сойдем ли мы с ума, нарезая модули так мелко? Это хороший вопрос. Дело в том, что, особенно если мы решили, что у нас все-таки будут микросервисы, у нас каждый микросервис это единица деплоя, это как бы его достоинство, но одновременно его недостаток, это единица связи одного с другим. В общем, можно и сойти с ума. Не сойдем ли мы с ума, объединяя несвязанные задачи в один модуль. Вот тут мы 100% сойдем с ума. Вот это даже не вопрос. Еще тут я хотел бы отметить именно на этом месте, что модуль это не библиотека. Модуль это про то, что мы делаем. Модуль микросервис это про то, что мы делаем, а не про то, как мы это делаем. Это тонкая разница, но об этом мы поговорим в кулуарах, очевидно. Так, open close. Применительно к модулям можно этот принцип трактовать по-разному, но я применяю его к проектированию хранилища для модуля, грубо говоря, схемы базы данных, потому что все-таки большая часть наших модулей будет иметь дело с реализационными базами. Там есть схема, схему надо разрабатывать так, чтобы изменения в одном модуле не приводили к миграциям в более чем одном хранилище. Надо разрабатывать ее таким образом, чтобы миграции не были больными. У меня нет ответов, как это делать, но я знаю, что об этом надо помнить, когда мы проектируем нашу модульную архитектуру. Ну, грубо говоря, вот по одной базе на модуль и никаких межбазных запросов. Этого уже достаточно для того, чтобы начать думать в правильном направлении. Так, принцип Варвары Лысковой про то, что любой там, где используется предок, мы должны иметь возможность использовать любых потомков. Это очень спорный принцип как для модульной архитектуры, так и для языка ГО, потому что ни там, ни там, нет наследования. Ну, казалось бы, при чем тут Варвара Лыскова? Важно понимать, что API у нашего модуля существует не только в пространстве, но и во времени. У нас есть несколько версий, вот 100% у нас будет несколько версий нашего API у каждого из модулей, потому что у каждого модуля будет расширяться функциональность. И тут неважно, API у нас сетевой или просто набор вызовов, то есть интерфейс, который мы специфицировали. Важно, что он будет меняться. Мы должны выработать требования к проектированию нашего API с тем, чтобы наследник во времени нашего первого модуля мог использоваться там же, где использовался его предок. Почему это важно? Потому что без горизонтального масштабирования сегодня не обойдется ни один проект. Даже тот, в котором нет нагрузок, которые требовали бы масштабирования, потребует у нас отказоустойчивости. Отказоустойчивость это как минимум два инстанса. Соответственно, или мы останавливаем наш проект и обновляем инстансы одновременно, это плохо, или мы обновляем их по очереди, но тогда наш старый инстанс должен иметь возможность работать с новым инстансом. Вот так вот сохраняем обратную совместимость, расширяем API очевидным образом. У меня кончается время, поэтому я разверну это в кулуарах. Обеспечиваем поддержку рефлексии. Возможно, чтобы можно было у модуля спросить, какой ты версии, или чтобы пакеты, запросы и ответы модуля содержали в себе версию. Особенно это важно для сетевых API. Интерфейс segregation principle. Мы должны зависеть от минимального размера интерфейсов. Казалось бы, у нас модуль это API, API это интерфейс. Интерфейс это... Ну, как бы мы уже зависим от интерфейса, но тем не менее, вот то, что я видел в одной компании, которая попросила меня никогда не говорить, что я там работал, потому что я не уехал из России. Не важно. Важно, что там были API, были сервисы, у которых было три, ну, пять методов в API, но при этом у каждого от 15 до 35 параметров и там штук 10-20 необязательных. Это тот самый случай, когда формально у нас маленькая API, а по факту очень большое, потому что фактически каждый необязательный параметр это отдельный фактически вызов API и они были такие именно потому, что разным сервисам требовалось поговорить с этим сервисом и они вместо того, чтобы добавить специфический метод в API, они добавляли параметры уже существующие. Ну, так вот, такой там был паттерн проектирования. Что это означает? API надо нарезать помельче, делаем методы почетче, то есть вот если у нас есть четыре задачи, не надо их объединять с помощью разного набора параметров необязательных в один метод, надо их всех разделить на четыре разных метода. У модуля может быть больше одного API, это важно. И мы, соответственно, можем их по отдельности предоставлять разным другим модулям. Необязательные параметры – это абсолютное зло. Ну, извините. Советы от капитана очевидности, они и правда самые полезные, какие вообще бывают. Депенденсии инжекшн. Казалось бы, да, интерфейсы, API – это интерфейс, ну, при чем тут? Мы не зависим в любом случае от конкретики. У нас в любом случае есть некоторый абстрагированный интерфейс. Бесполезен принцип. Ну, я осознаю, что здесь я натягиваю сову на глобус, но тем не менее, мне же надо как-то букву D приспособить к проектированию архитектуры. Поэтому я приспособил я вот таким образом. Это, кстати, вполне реальная задача, которая однажды перед нами встала. Оказалось, что нам нужно от синхронного API перейти к асинхронному. Так вот, можем ли мы вызови по API заменить на отправку сообщений, отправку и получение сообщений? Это в некотором смысле про депенденсии инжекшн. Если у нас не получится, то в общем случае это не беда, потому что, ну, эта задача довольно редкая. Но если вдруг, если вдруг такое потребуется, хорошо бы, что нам не пришлось переделывать слишком много. Поэтому есть такой способ, когда вы проектируете API, верифицировать, правильно ли вы его проектируете, вот таким забавным образом. Представить себе, что вы вынуждены общаться с контрагентами через очередь. Иногда это реальная задача, но чаще просто упражнения. Итого. Выводы. Микросервисы стартапе не нужны, обойдемся монолитом. Монолит нам нужен правильный, микросервисно ориентированный. Почему? Потому что, когда нам придет время распилить монолит на микросервисы, мы не должны рвать волосы ни на одной из частей тела. Для проектирования такого монолита нам надо смотреть на задачу с точки зрения контроля сложности и применять правильные средства правильных языков. Я же голлэнг-евангелист. Нормальное дело и нормально будет. Совет всех времен и народов. От капитана очевидность, понятное дело. Спасибо. Доклад окончен. Вопросы, пожалуйста. Вот первый вопрос сразу. Первый ряд. Дон Корлеона. Вот, пожалуйста. Спасибо за доклад. Очень интересный. Не кажется ли вам, что, исходя из вышесказанного, что микросервис, не микросервис, это вопрос не архитектуры получается, а вопрос единицы диплоя, а микросервис и монолит это все еще модульные вещи, которые нужно одинаково проектировать независимо от сети, ну, топологии? Да. Я, может быть, недостаточно ясно эту мысль сформулировал, но микросервис – это чисто технологическая вещь. Фактически, когда мы проектируем микросервисы, мы проектируем архитектуру инфраструктуры, а не архитектуру нашего приложения. И в этом, собственно, беда микросервисов. Спасибо. Вот пусть надо. Добрый день, Даниил. Меня зовут Андрей. Я из компании «Центр финансовых технологий». Вот давайте представим, что мы вот только-только перешли черту стартапа и вышли на более-менее работающий продукт. Уже с понятной глубиной какого-то бизнес-сценария, бизнес-процесса, и начинаем быстро масштабироваться. Но масштабироваться горизонтально. То есть у нас появляются некие наследники, видоизмененные бизнес-сценарии. Ну, для новых потенциальных клиентов и аудитории клиентов. И здесь вопрос как раз про single responsibility принцип. И как же все-таки делить на микросервисы? С точки зрения технологически или процессуально? То есть с точки зрения предоставления бизнеса. Смотрите, именно микросервисы мы в любом случае будем делить технологически. У них нет, в этой абстракции нет ничего, кроме технологии. Процессуальное деление нам придется класть сверху на микросервисное. И скорее всего, каждый из наших процессов будет задействовать несколько микросервисов. И вот тут нас, конечно, ждет очень глубокая пещера, довольно грязная. Что с этим делать, я не знаю. Ну, если мы заранее об этом подумали, тогда у нас все в порядке. Ну, или почти в порядке. А вот если мы заранее об этом не подумали, то будем думать уже сейчас. Ну, вот если мы действительно сильно агрессивно масштабируемся горизонтально, вот технологический путь микросервиса, отделение на микросервисы, вот он склонен привести нас как раз к распределенному монолиту, когда мы… И приведет. Да, и приведет. Так и будет. Так и будет. Смотрите, мы… Опять я вот эту мысль повторю. Мы, когда думаем о микросервисах, мы думаем о чем-то вроде ирланговского актора. То есть некая функция, которую мы вызвали, она или отработала, или упала, и тогда ее перезапустят, и ей снова передадут эти параметры. Ну, в общем, как-то все произойдет само. Вот. Реальный микросервис выглядит совсем не так. Это страшный монстр. Что с этим делать, мы не знаем. Скорее всего, от микросервисов придется отказаться. Скорее всего, эта абстракция не… Ну, как лишняя. Ну, как вот в Яве отказались же от checked exceptions, да? Ну, оказалось, что они не нужны. Точно так же и здесь нам придется что с этим сделать? Придумать какую-то другую абстракцию на место микросервисов. Если бы мы писали на функциональных языках, да еще на настоящих облаках, вроде Amazon Lambda, нам было бы проще. Но мы, вот у нас что есть на руках, то и есть. Кластик губернетиса и контейнеры с микросервисами. Будем плакать. Ответил ли я на вопрос? Ну, в целом да. В целом да. Да-да. Живи, старик. Спасибо. Будь добрый. Да, здравствуйте. Меня зовут Арсений, компания ВК. Такой вопрос. Вот эти все принципы выделения интерфейсов заранее, они усложняют код и в стартапах зачастую не хватает времени на поддержку этого всего. Возможно, стоит выделять какие-то абстракции уже после того, как мы поймем, когда, в какую сторону нам нужно двигаться и какую часть именно делать отдельным модулем, а в начале делать какой-то более простой монолит. как это, I not fully agree, I not fully agree at all. Дело в том, что выделение интерфейсов заранее – это основная метрика для обеспечения тестируемости кода. А тестируемость кода – это такая вещь, которая в современном мире для стартапа вопрос выживания. То есть хорошие тесты не тормозят разработку, а ускоряют ее, начиная от юнит-тестов. Поэтому нет в стартапе, именно в стартапе, в 20-х годах, в 21 веке придется выделять интерфейсы заранее, для того, чтобы можно было написать хорошие тесты. Такой у меня есть ответ. Спасибо. Спасибо. Вот, без добрых. Добрый день, Сергей, компания X5. Вы говорили о том, что одна из основных проблем начала разработки в стартапе на микросервисах в том, что это дорого, потому что дорогой слой инфраструктуры, под этим он большой, сложный и так далее. Но как раз для решения этой проблемы у нас есть облака, как публичные в интернете, так и частные облака в каких-то крупных компаниях. Если мы говорим про какой-то стартап, про какой-то бизнес-идею в крупной компании, то помимо внутреннего частного облака, в ней есть, как правило, какие-то там свои готовые принципы, какие-то свои готовые уже сервисы, типа той же кавки и так далее, и так далее, которые на самом деле уже являются частью, каким-то набором готовых кубиков микросервисов, которые можно переиспользовать. Соответственно, отсюда вопрос. Из вашего опыта, где здесь проходит какая-то граница, когда мы все-таки делаем монолит, или когда мы видим, что у нас большое количество готовых кубиков, которые мы можем потребить, и тогда уже продолжаем разработку на микросервисах, даже в стартапе? Значит, все-таки придется сказать, что я там работал. Значит, вот с описанной вами ситуацией я сталкивался один раз в жизни, когда работал на компанию Reddit. У них была инфраструктура для разработки новых микросервисов. Я работал на Reddit Economy, который это инкубатор стартапов в рамках большого Reddit. В чем проблема? Все новые стартапы проектировались, исходя из возможностей этих кубиков. Они все были как близнецы-братья. Никакая реально новая бизнес-идея. Туда не могла быть пропихнута, потому что под нее не было инфраструктура. Ответил ли я? Понятно. Спасибо. Спасибо большое. Ладно, передавайте. Добрый день. Я тоже из компании X5 Tech. Наверное, попроще вопрос задам. Более человеческий. Вот мы, допустим, начинаем пилить стартап. В итоге закапываемся в микросервисной вот этой вот лапше. Начинаем мучиться, страдать. И не хотелось бы, чтобы это кончилось фейлом. То есть чтобы мы просто умерли из-за технологических проблем. Есть ли какой-то момент, когда это можно отрефиксировать и понять, что мы идем уже к фейлу и что-то исправить? И что делать в такой ситуации? То есть вот мы обнаружили, что полпути прошли. Мы уже не вывозим эту сложность. В реальности жизнь стартапа выглядит немножко иначе. У вас есть бизнес, который генерирует идеи. И у вас есть команда разработки, которая пилит платформу, на которой эти идеи можно реализовать. Бизнес свою идею будет менять все время. И когда у вас цикл изменения бизнес-идеи оказывается короче, чем цикл разработки платформы для нее, я с этим сталкивался неоднократно, это значит, что вы что-то делаете не так. Скорее всего, вы слишком технологичные. Вам, скорее всего, нужно что-то сильно попроще, чем то, что вы… Вот вся та технология, которую вы придумали для платформы для бизнес-идеи. Скорее всего, для этой бизнес-идеи нужна платформа попроще. Может быть, даже сайт на тильде. Спасибо. Вот все запомнили, что Даниил про X5 Tech сказал, что они слишком технологичны. Я, между прочим, знаю про X5 Tech изнутри. Об этом не написано в моем CV, но я знаю, как там все устроено. Папа. Пожалуйста. Приветствую, Даниил. Меня зовут Иван. Я из компании AzonTech. Тоже являюсь голлинг-разработчиком. Сильно молодым. А вот на ваши микросервисы я бы посмотрел. Говорят, они хороши. Смотрите, у меня вот такой вопрос. За свою маленькую разработческую жизнь видел два подхода. Тут такой душный немножко вопрос по поводу организации кода. Как вы к этому относитесь? То есть два подхода. Когда приходишь в компанию, тебе говорят, да, у нас микросервисы. Каждый пишет кто как хочет. Архитектура, паттерны, репозитории, транспортный слой, бизнес-логика. Ну как нравится. Или же сейчас в своей команде я условно являюсь пропагандистом такого подхода, что мы должны договориться на берегу, как мы пишем, как организуем свой код и так далее. По моему мнению, я считаю, что это нужно для передачи микросервисов из команды в команду. Для того, чтобы… Вообще идея такая, что написать там какой-то линтер, который сильно будет бить по рукам, чтобы была жесткая организация кода, чтобы было с ним проще жить, чтобы разработчик не думал о каких-то нюансах, а сразу за него было часть решена. Это первый вопрос. Как вы относитесь к этому? Я тоже за фашизм. Ну условно, да, Анатолий? Вот. И второй вопрос. Это вот вы не раскрыли, я так понимаю, тему пакета internal в ГО. Ну, если кому-то было бы интересно, я бы послушал точно. Спасибо. Да, ну, там не очень глубокая эта тема. Просто я в других языках ничего, никакого такого средства не встречал. Можно обсудить потом. Что касается обсуждения, друзья, там, если вы откроете чатик зала, там куча комментариев, которые мы, к сожалению, сейчас… И вопросов, которые мы не успеем сейчас публично осветить, потому что время перерыва. Надо будет просто в чатике там поотвечать. Хорошо? Вот. И кому за вопрос подарим книжку? Так. Так-так-так-так-так-так-так-так. Так-так-так-так-так-так. Был же хороший вопрос. Вот, может быть, название книги тебе подскажет. Нет-нет-нет. Книжку я выбирал до того, как прозвучал вопрос. Вот отсюда был хороший вопрос. Неужели человек ушел? А, нет. Вот. Да. Мамин Сибиряк. Здесь. Какая книга? Там что-то про метавселенные. Вот как раз в Новосибирске отправим сейчас. Вместе с коллегой. Спасибо. Для нее спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова